Всем добрый вечер, откроем ладошки, внимание направимся к Астрару, попоем слух Ом, поднимем кандалини и делаем бандан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Откроем ладошки, направим внимание на основание ладоней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мантра Шри Ганеши Пропоем друг Ом Пропоем друг Ом Теперь давайте пройдем по левому каналу Правую руку положим на левое сердце Мать Высильно ли я являюсь чистым духом? Внимание Сакасрава Мать Я Дух Мать Я Дух Правую руку перенесем на левое подреберье Внимание Сакасрава Мать Я Сам Себе Учитель Я Сам Себе Хозяин Внимание Сакасрава Мать Я Дух Правую руку опустим на низ живота слева Внимание Сакасрава Мать Пожалуйста Дай нам чистые знания Мантра Шри Мир Малавидья Мантра Шри Мир Малавидья правую руку принесем на левое подреберье мать я сам себе учитель сам себе хозяин сам себе гуру правую руку положим на левое сердце мать я есть абсолютно чистый дух я чистый дух я духовное существо мантра Шри Шива Парвакин принесем правую руку на угол шеи плеча с левым мать я ни в чем не виновен мантра Шри Вишну Мария правую руку принесем на лоб Я всем все прощаю И себя прощаю Матрошри Мария Иисус Принесем правую руку на затылок Мать, прости все наши вольные и невольные ошибки и прегрешения Прости всех, кто причиняет пыль во вред Матрошри Махаганеша Продолжение следует... Откроем ладони, пропоем звук Ом, внимание на правильность Ахасрау, мать, пожалуйста, усилий и укрепи нашу самореализацию. Посмотрим лекцию Шрима Таджи с Пуджи Ганеши 81-го года. Сегодня происходит уникальное событие. Это особая удача для Сахаджа-йога в Австралии. Этот день никогда не праздновался в истории Сахаджа-йоги. Сегодня новогодний день для Сахаджа-йоги, поскольку это новогодний день для Шаливахана. Как вам известно, Шаливаханы – это моя династия. Их звали Шаливаханами, потому что они несли Шарь-богиня. Вы также много раз несли мою Шарь. Делали это и они. Вот почему их называли Шаливаханами. Так что этот новогодний день – это первый день пришествия Богини. Имеются девять дней. Затем в иные времена есть Сатья-йога, затем два пара, третра, кали-юга. Есть четыре юги. Богиня инкарнировалась в двух югах. Одна до Сатья-йоги, другая после нее. Так что сегодня мы отмечаем абсолютно первый день, когда она инкарнировалась. Это также день Гаури, потому что девственница – это первая форма богини. Так же она создала Ганешу во вторник, начав таким образом эту неделю. Какой сегодня день? Суббота. 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 Так, прекратите это дело. Когда я говорю, вы не должны меня фотографировать. Это очень плохая мысль, потому что это мешает. Итак, вторник – это день, когда был установлен Ганеша. А затем богиня начала свою работу. Первый день, когда она начала, была среда. В среду она начала свою работу. Среда – это день действия. Вот почему она начала свою работу в среду. Сегодня, всего обстоятельств, суббота. Но я говорю вам об изначальных временах. Среда – это день с Вадиштаном. Вот почему в этот день она начала всю свою работу. Итак, вторник – это первый день в Сахаджа-йоге. Среда – второй. Вы удивитесь, что звезды говорят то же самое. Ведь вторник – это день Марса, на котором пребывает Шри Ганеша. Среда – это день Меркурия. А Меркурий – это Свадиштан. Третий день – это день Юпитера. Юпитер. Мы называем его Гуру. Это день Гуру. Юпитер – это учитель. Пятница – это день Богини. Посмотрите также на чакры Богини, Матери этой Вселенной. Но на индийском языке в санскрите названия этой недели в точности совпадают со звездами. Затем суббота – это день Шри Кришна. Шани – это Сатурн. Далее воскресенье – это день Христа. Это Солнце. Понедельник – это день Садашивы. День реализации и интеграции. За эти семь дней Бог создал всю эту Вселенную. Так что сегодня первый день В этот день был создан Ганеша. В том смысле, что хотя сегодня и не вторник, но согласно лунному календарю, сегодня первый день Луны в этом месяце. Мы называем его Чейтра. Чейтра – это месяц. И это время, когда Чейтра. Так что установление Гаури имело место в течение этих лет. Но прежде всего остального должен был быть установлен Ганеша. Прежде должна была прийти Гаури. Мы видим это. Прежде должна была прийти Гаури, чтобы установить Ганеша. Но Ганеша всегда ставится впереди, даже Гаури, перед Пуджаной, потому что он тот, кто устраняет все препятствия, всю негативность, все препоны, которые неизбежно возникают, все внимание, которое блуждает туда, а вот сюда. Вот почему прежде мы поклоняемся Ганеши, просто прося его защитить. Но вначале должна прийти Гаури. Вот почему существуют эти девять дней. Она пришла на эту землю, чтобы сражаться с дьяволами и демонами, с негативностью, чтобы люди смогли подняться и пройти Хавасагару, вой, май, иллюзию. Они никогда не играют, они никогда не делают ничего хорошего. Эти люди, ракшасы, они беспокоят, как приверженцы Бога. В те дни ракшасы существовали отдельно, а святые существовали отдельно. Тогда не было такого смешания, которое наблюдается сейчас. Вы находите какого-то святого, и на нем сидит негативность. Такого никогда не было прежде. Это Кали-Юга. Сейчас так все смешалось, что нет абсолютно святого и нет абсолютно ракшаса. Эти ракшасы пришли и сидят у нас на головах. Они находятся внутри. Так что это негативность существует. Поэтому мы не являемся абсолютными святыми, и это большая проблема сахар-джа-йоги. И даже когда вы поклоняетесь мне, вам нужно стараться больше быть на стороне святых, чем на стороне негативности. Поэтому, что вы святые в этом. Нет сомнения, но так или иначе эти ужасные вещи входят в вашу голову и усаживаются на вашем супер-эго или эго. Это ужасная негативность, в отношении которой вы должны действительно принять сегодня решение выбросить ее прочь. Ведь вы действительно святые, а они плохие пятна. Каланка, они действительно разрушают вас, пребывают внутри вас. Поэтому постарайтесь выбросить их вон. Старайтесь быть позитивными, быть едиными с помощью. Вторая важность этого дня заключается в том, что я пока что никогда и нигде не праздновала этот первый день. Это должно было произойти в Австралии. Это право Австралии праздновать этот день здесь. У нас были другие кучи, другие наваратри, на которых я праздновала. Первый, второй, третий, даже девятый день наваратри. Но никогда мы не праздновали этот наваратри как таковой. Этот день Нового года пошли в Австралии. Хотя в Лондоне и было небольшое празднование 7 апреля, о котором я говорила вам. Но практически в тот день у нас не было кучи. Так что это высокая честь для Австралии, что это должно произойти здесь. Я очень счастлива, потому что это то место, где Гаури установила Шри Ганеша. Сегодня мы будем совершать двойное поклонение Ганеша, потому что Ганеша может сохранить наш статус, наши высоты в нашем мире. Он защищает нас, когда мы получаем свою реализацию, когда мы растем. Он сохраняет и защищает. И Он смотрит на нас и дает нам мудрость наше восхождение, в таком способе, чтобы мы не отближаемся в левое или вправое. Мы полны достоинства, и таким образом мы полностью интегрироваемся со Своим сердцем, с нашей реализацией. делаем это от всего сердца, искренне. Вот почему поклоняемся Шри Ганеша. Но сегодня фактически Пуджа Гаури, которая является кундалием. Поэтому прежде всего мы поклонимся Шри Ганеше, а затем кундалием, которая ест Гаури. Зеленый цвет, это цвет Гаури. Гаури носит зеленые Сари. Это также символ Гаури. Это символ Гаури. Это символ Гаури. А этот внутри, Ганеша, это красный цвет. У меня самое удивительное Сари. В нем, конечно, все наоборот. Больше цвета Ганеша и меньше Гаури. Это очень традиционное сочетание в индийской цветовой гамме. Потому что красный цвет это цвет Ганеши. В вас он очень грязный и может стать даже абсолютно черным, может быть абсолютно незведенным до полного отсутствия цвета. Но во мне это цвет этой глины. Потому что он абсолютно послушный, абсолютно един со мной. Поэтому этот цвет глины. А Гаури это мать. Это место, где Гаури существует в матери земли. и вот почему ее цвет зеленый. Потому что мать земля покрыта зеленью. А цвет Ганеши это цвет глины. Потому что он сделан из матери земли. Его элемент это мать земля. я надеюсь, что смогла объяснить вам эти символические отношения. христиан А сейчас я расскажу вам историю рождения Шри Ганеши. она очень интересная, очень символичная. Это Христос. Эти Омега и Альфа и все остальное о чем говорят люди они не знают о чем они говорят. Это такая усеченная форма целого. Они вовсе не знают Ганешу. Они не знают о нем ничего. Они слышали одно слово тут, одно там и основываясь на них ведут свои разговоры. Он был создан первым. Это очень символично. Гаури символизирует чистую силу желания быть иным целым духом. Изначальная Гаури является этой силой которая отделилась от своего Господня. Она отделилась в своих прошлых жизней. А потом она была рождена вновь как партия. И она хотела быть единой с Шивом которым является Духом. Так что теперь брак взял место в том смысле что она могла встретиться с Ним. И начался процесс бракосочетания. Но она еще не взяла в том смысле что она осталась действенницей. Она опасается что во время принятия ванны кто-то может зайти. с Духом. Посмотрите какая во всем этом деликатность. Это желание слиться только лишь с Духом. И не предстать какому-то миниволовзору. Ведь может выйти какая-то негативность. Может произойти все что угодно. Она закрывает дверь. Но все же она опасается что кто-то может зайти через заднюю дверь. Поэтому она берет этот ароматизированный порошок который мы применяем в Индии который дается в частности невестам и натирает им свое тело. Она видит что очень большое количество порошка не теряется да не осыпается. Из этого-то осыпавшегося порошка она и делает Ганешу. Представьте себе сколь он завибрировал. В него пройдет камфора и все эти прекрасные вещи которые действительно являются небесными. Все это полностью вибрируется на ее теле. Она создает Ганешу и ставит его в задние двери. Она спокойно принимает ванну и в это время неожиданно приходит Шива. Он стучит дверь, но она не слышит его. Поэтому он идет к задней двери у которой видит сидящего Шри Ганешу. Он спрашивает его «Ты кто?» тот отвечает «Я сын Гаури». Шива не понимает ведь она девственница. А этот ребенок говорит что он сын Гаури. Теперь вам должен быть более понятен принцип непорочного зачатия». Шива сказал «Как она может иметь ребенка? Ведь она дева. А этот ребенок хочет опорочить ее как дева. Он перерезает его горло. И сходит ванну и Гаури готова его принять. Она заглядывает за двери и видит что ее ребенок мертв. Она спрашивает его «В чем дело? это мой ребенок, которого я создала из моей малы. Из остатков этого порошка, которые сыпались в моем теле. Как ты мог его убить?» Она ответила «Чего страшного? Что теперь делать? Пойди и найди гол много животных, который встретится тебе». И мы поместим это на этот ребенок, и у меня опять будет сын. Все это было обусловлено заранее. Потому, что этот ребенок не должен быть воплощением человека, он должен быть воплощением детства. воплощением детства, воплощением детства, невинности. Потому, что он является воплощением невинности. Поэтому они должны получить воплощение животных. Теперь самым мудрым животным на этой земле является эллифант. И эллифант был спасен в эволюции в очень мировом самым чудесным образом. Позднее я расскажу вам, как это произошло. Итак, мать слониха лежала на земле спиной к своему детенку. Вот почему мы в Индии никогда не спим спиной к своему ребенку. Никогда. Ребенок должен быть впереди. Его никогда нельзя класть за спиной матери. Никогда. мать встанет и поменяет расположение. Она никогда не допустит, чтобы ее ребенок был у нее за спиной. Итак, этому слоневку отсекли голову и поместили ее на тело Шри Ганеши. Вот как был создан Шри Ганеша. Но вы знаете, Махалакши это махалакши. Так что тело от Махалакши от Махалакши. Но голову дала Махалакши сила эволюции. Махалакши Это Ганеша внутри нас пребывает в нас в нашей Мулагаре чакре. Некоторые люди, которые пытались проделывать поиск Бога, всевозможные трюки от Хобот Шри Ганеши и невероятно думали, что это и есть кундами. Потому что будучи матерью я давала им несколько месяцев на эти опыты. Но они в результате начали заниматься всеми этими извращениями и плохими делами по отношению к Ганеши. Но он является неплощением невинности и позднее вы должны прочитать Деви Пхагова как он инкарнировался на этой земле. как Христос. И как он придет со своими одиннадцатью силами на эту землю как кальки. Это очень трудно принять то, что такая динамичная личность как Ганеши стал Христом, которого распяли. Они не могут иметь гораздо больше знаний и гораздо больше пониманий. Но ирьяным христианам невозможно понять, что Христос мог быть таким мальчиком с головой славы. Это больше их понимания потому, что моим представлениям Христос был человеком, у которого не было никакой силы чтобы кого бы то ни было убить. я не знаю, как они это решили. И не знаю, как им удалось прийти к такому выводу. Они хватаются за одно положение, например, что он был Альфа и Мега. и все кто дал им такие полномочия. Этому Богу известно. Как в этом ни было, они не видят этих вещей, как то, что у него была мать. Он говорил о Святом Духе. Он сказал об этом очень хорошо, что я пошли вам Святого Духа. Также он сказал, что тех, кто решил по отношению к Нему, он простил. Но по отношению к Святому Духу ничего не будет прощено. Он очень ясно сказал это. Почему он это сказал? Альфа и Мега, но почему он сказал так? Конечно, он есть первый, кто был создан. А на этой стадии, на стадии Кальки, он также присутствует. В конце времен, в этом нет сомнения. Но это не означает того, что если вы христиане, то у вас есть особое право. Вовсе нет. Напротив, я бы сказал, что многие индуисты обладают гораздо большими правами на Ганешу, чем вы. Потому что вы испортили свою невинность. А они же не испортили ее. Поэтому вы можете называть себя христианами, христианами и сражаться за Христа. Но вы не являетесь им. Потому что основой Христа есть невинность, которую вы утратили. Так что также Исахаджа-йоги, которые отождествляют себя с Христом, должны знать, что такое отождествление есть условность, а не реальный факт. А если это так, тогда вы должны становиться невинными. Вы должны повторно установить свою невинность. Тогда вы будете настоящим христианином. Тогда вы будете им. я бы сказал, что индийцы счастливы, что у них нет этого прогресса, который есть у вас. Мы никогда не попадаем в ловушку этого прогресса, счастья. Мы очень не корабли, вы подобны слонам, которые не падают. Индия велика, подобно. Большому слону, если к нам что-то приходит, оно идет само по себе, люди не принимают. Мы никогда не увлекались Фрейдом, для нас это какой-то мифический персонаж, который живет в рай для дураков. Мы никогда не понимали его теории. Ничто не может проникнуть в голову слона. Понимаете? Все это просто не доходит до него. Так что ничего не попадает в голову индийцам. Причина, по которой они так и не потеряли свою нибудь, проста. Они слишком велики и очень литургичны по отношению к новым идти. Вот почему, несмотря на все, они не превратились в христиан. Они никогда не слышали в своей основной власти о Христе. Они гораздо больше поддерживают свою невинность и искренность своего сердца. Потому что они не разрушают эту связь. И если разрушен Ганеша, вы разрываете связь со своим сердцем. Оно идет одним путем, а просто другим. Так что такого рода рассогласования они еще не смогли достичь. И чтобы люди не навязывали им, они знают, что это плохо. Как некоторые успешно воруют, но люди знают, что это плохо. Поэтому мы должны знать, что нам необходимо получить свою положение и невинных людей. Но ее Матер очень милостив, она очень могущество, она очень любящая. и она создала вас на самом патре как Ганеша. Вы все силы Шри Ганеша, величайшей силой которой обладает Шри Ганеша и которой наделены Вы есть то, что Вы можете так близко подойти ко Мне. Никакие боги не могут так близко подойти ко Мне. как это можете сделать Вы. Кундалини не могут быть разъяснены ни бога, ни бога, ни бога, но Шри Ганеша. Он должен inform кундалини, otherwise кундалини не могут подняться. И Вы обладаете силой своих рук поднимать кундалини. Так много сил Я дала Вам. Вы вообще не имеете никакого представления. Я сделала Вас по образцу Шри Ганеши. Поэтому Вы должны установить в себе эту невинность. Она была установлена. Вы получили ее обратно. Но второй момент в отношении Шри Ганеши, который очень важен и который необходимо ему свой состоит в том, что он не знает никаких иных богов, а только лишь свою власть. Для него не существует никого, кроме его мамы. До такой степени он принял. Есть одна история. Однажды Парвати, его мать открыла соревнование и пообещала большой приз за победу в этом большом соревновании между двумя этими братьями. его братом был Картикея, который приходил на эту землю чтобы уничтожить этого Наракасула. И все разрушительные силы были объединены чтобы создать Картикея. так, она сказала, кто-то кто-то пойдет на эту землю я дам приз. так, что так, 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 Павлина. Так что он уселся на него и взлетел как самолет. Но Шри Гадеша, санвел, есть только маленькая миша. Что же ему было дело? Он прибыгнул к мудрости. Он сказал, кто может быть более великим чем Моя Мать? Она из-за Махакали. Она из-за Адишакты. 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 Он получил приз. А Адишакты все еще летел в воздухе. Он сражался даже с Шивой. Он сражался со всеми. Это очень интересная история. Как все это происходило. Это показало его полную преданность. И для сахаджа йогов важно понимать, что необходимо проявлять полную покорность, посвящение, а также искренние сердечные чувства. Я попрошу, чтобы Рао как-то рассказал вам о протоколе. Это важно. Хотя я так близка. Даже Христос не может ничего сказать таким образом, как это иногда делаете вы. Все эти истории говорили. Я изумляю следующие вещи, что я мой, иntap. А я очень над conditioned. которой мы говорили, что я знаю кто я такой, Haruna обогнал что Я их я. Но вы не забывайте. Поэтому, это важно понимать надõibe Они были великими, благодаря тому, что они знают величие Своей Матери. В таком случае, вы все должны изучить определенный протокол, который научит вас раос, тем, что вы не совершали никаких ошибок, о том, что вы не говорили того, чего не следует говорить. Это comes from bad issues, they no doubt, без сомнений, причина этого кроется в плохом состоянии вишудхи, но если вы сознательно будете его соблюдать, это принесет добрый благ вам всем, потому что вы знаете, что Любовь верит против Святого Духа не будет прощена. Любовь, можете ли вы поверить в это? Какие-то сильные слова. Просто подумайте о них. Все, что угодно против Святого Духа. Поэтому необходимо понимать протокол. Хотя Сахаджа-йоги не говорят ничего плохого о Святом Духе, но существует протокол, который необходимо понимать. И как далеко можно что-то понимать, все это является абсолютно элементарными вещами для Сахаджа-йоги. Так что сегодня у нас Великий День, когда Мать Шри Ганеша была установлена, инкарнирована. Сегодня можно сказать День, когда она принимала свою ванну. Вот почему я рекомендую ее принимать. В отношении временной раскладки необходимо знать, что Мать знает больше. Все происходит в надлежащее время, потому что, ваше время впереди индийское. И все расписание работает в таком области. Так что все должно работать в соответствии, в соответствии с календарем. Поэтому вам не нужно и переживать по поводу времени, часов и тому подобное. В Сахаджа-йоге все происходит согласно моим пониманиям. Поэтому необходимо расслабиться и просто наслаждаться путь. Я думаю, что все мысли мы получим очень большие вибрации. Просто наслаждайтесь. Просто наслаждайтесь. Если же ваше эго становится гуже, просто скажите ему «заткнется» и все. Хорошо? Хорошо. Итак, прежде у нас будет Пуджа Ганеши, которую будет проводить Модин, которая будет проводить Модин, которая объяснит, что необходимо делать. Как Ганеша говорит, что не нужно делать. Как Ганеша будет доволен даже очень незначительными вещами. «Положим руку на сердце» и «площаем любовь всем людям на планету». Мать-богиня, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Мать-богиня, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Мать-богиня, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Треться на планету. И сейчас мы помедитируем. Почему? Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует...